Религия – это наставление. А те наставления, которые упоминаются в священном Куране и пророком Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует, мусульманин просто обязан в первую очередь соблюдать их. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, дорогие телезрители и все жители нашей необъятной страны. Вы и мы с вами в прямом эфире Рамадана. Тема нашего эфира – благой нрав. О каким нравом мы должны обладать, расскажут гости нашей студии. И сегодня у нас в гостях главный имам мечети Али Мухаммад города Алма-Аты Ханатали Такиров. И не менее известный молодой человек, талантливый человек, действительно, который буквально недавно сыграл в одной из картин Ахана Сатаева в районах. Это Эль-Терес Нуржанов. Еще раз ассаляму алейкум ва рахматуллах. Добро пожаловать. Хотелось бы, ну, традиционно от себя вначале поздравить вас. Мы все, альхамду лля, благополучно встретили священный месяц, с чем я хочу вас поздравить. Пусть Аллах Уталя в этот месяц и не только примет все наши дуа, наши мольбы и облегчит нам наши испытания. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, сказал, «Одним из самых любимых и близких ко мне в день воскресенья будут обладатели наилучшего нрава». Анаталия Аган, ну вот расскажите нам поподробнее о нравственности и вообще о благонравии. Да, действительно. Первоначально я бы хотел поздравить действительно всех казахстанцев, мусульман, со священными, с рамадан. И пусть Всевышний Аллах примет наши посты и деяния. Нравственность, вообще что такое нравственность? Это следование по определенному канону, по принципу, по правилам. Например, кто такой нравственный человек? Когда он появляется в обществе, он отражает через свои деяния свою внутреннюю красоту. Нравственный человек. Благой нрав в исламе дается две определения. Первое — это языковое определение. Второе — это шариатское определение. Языковое определение благого нрава, благой нрав, переводится как «акрам-и-ляхляк» или «хус-и-ляхляк». Шариатское определение. Благой нрав — это как раз таки что? Измерение величия внутреннего мира человека. А также это есть отношение с Творцом, Всевышним Аллахом, Святым и Великым. Также те наилучшие атрибуты черты характера, которые упоминаются в священной книге, Куран, сам Всевышний Аллах упоминает. Далее, которые были в естестве уже у посланника Аллаха, Салли Аллаху Алейхи Васаляма. Это и есть определение благого нрава. Эль-Терес, вот для тебя как начался Рамадан? Ну, Машаллах, очень хорошо. Аль-Хамду-Лля. Аль-Хамду-Лля, очень хорошо. И получается, сколько ты уже постишься? Во сколько лет ты начал поститься? По воле Аллаха я родился в мусульманской семье, поэтому я первый свой пост, кажется, был в 11 или 12 лет. Машалла. Помимо того, что вы назвали, да, сказали, что еще мы можем отнести к благонравию? Первоначально я бы хотел начать из основы. Благой нрав. Вообще, стимул подражания. Первоначально давайте разберемся, кто должен быть стимулом подражания для мусульман, для ум и посланника Аллаха, да благословит и Аллах и приветствует. Нам подсказывает Сам Всевышний Аллах в Священной книге Куран. Аууз билляхи мина шайтону раджим. Ла кода кана ля ком фи расулилляхи усватун хасана. Для вас. У посланника Аллаха есть образцовый наилучший пример. Для кого? Ли ман кана я рджу Аллаху в леву милахир ваззакар Аллаха кассиро. Кто надеется на милость Аллаха, также на благо судного дня, и кто поминает Всевышнего Аллаха чаще. И именно для мусульман, которые уверовали в Аллаха и надеются на благо судного дня, единственным стимулом подражания, конечно же, является самый любимый раб посланника Аллаха, раб посланника Аллаха, саллиллаху алейкум, Мухаммед Мустафа, саллиллаху алейкум, асаллиллаху алейкум. Всевышний Аллах также упоминает в священной книге Куран, описывая своего любимого посланника следующим образом. Поставь из-за билля, «Воистину ты обладатель наилучшего нрава». Чем посланник Аллаха, саллиллаху алейкум, превосходит всего человечества? Чем? Есть желание, есть эмоции человека, есть настроение человека, есть вахи. Вахи – это то, что исходит от Всевышнего Аллаха, Святого Великого. Через Джибрииля, алейхи салям, через ангела Джибрииля, алейхи салям. Так вот, мы знаем, что даже пятикратно читающий человек, мусульманин намаз, человек, который пятикратно читающий намаз, бывают таких деяния, когда надо прощать своему близкого брата или родственника, когда Всевышний Аллах приказывает прощать его, когда посланник Аллаха, саллиллаху алейкум, призывает простить этого человека, его что-то удерживает. Что именно удерживает этого человека? Именно желание или же настроение или эмоции. И именно форма единобожия в этом человеке не работает полноценным образом. Почему? Потому что Всевышний Аллах в Священной книге Куран говорит следующее. Обращаясь к посланнику Аллаха, разве ты не видишь того человека? Это критический взгляд. То есть это Всевышний Аллах ненавидит таких людей. Разве ты не видишь того человека, который возвеличил на уровне Бога своих эмоций, своих желаний? Свои какие-то низменные страсти. Да, да, да. Именно вот эти желания, когда действительно возвеличиваются до уровня Бога, и именно эмоции будет управлять человеком. И к большому сожалению, мы, когда даже читаем пятикратный намаз, даже человек, который, может быть, не предается товарищу Всевышнему Аллаху, когда надо прощать своего брата, его что-то удерживает, значит, в этом есть проблема введена Божией. Это в первую очередь. И описывая посланник Аллаха, говорит следующее Всевышний Аллах, Святой Он Великой. МАЯНТИКУ АНИЛЬХАЛАХА Посланник Аллаха, салля Аллаху али вассалям, никогда не опирается на свой разум, никогда не опирается на свою эмоцию, на желание. Он только говорит вахи, только то, что исходит от Всевышнего Аллаха, Субхану Ат-А'ля. И это и есть благой нрав, характер посланника Аллаха, салля Аллаху али вассаляма. Это было изначально у посланника Аллаха, салля Аллаху али вассаляма. История. Как раз таки хочу привести, чтобы понятное было телезрителям. Посланник Аллаха, когда сидел со своими сподвижниками, подходит бедуин, который далеко от этики и эстетики, мусульманин, требуя найти верблюда. И посланник Аллаха, улыбаясь, смотрите, характер изначально какой, да, улыбаясь, обращаясь к своим сподвижникам, найдите ему верблюда, найдите ему верблюда. То есть, что вы предприняли в такой ситуации? Конечно же, что это еще доказывает, что посланник Аллаха никогда, не опираясь на свои эмоции, не отвечал, говорил истину. Это и есть благой нрав посланника Аллаха, салли Аллаху алейхи вассалям. Далее в священной книге Куран. Как упоминает Всевышний Аллах? Какие атрибуты черты характера, наилучшие черты характера? Упоминает Всевышний Аллах в священной книге Куран. Переводится, будь снисходительным, вели творить добро, а также отвернись от невежды. Все толкователи, ученые, в единогласном мнении, что этот аят был не способом именно посланника Аллаха, салли Аллаху алейхи вассалям. Но это означает для нас важность быть снисходительным. Что такое снисходительность? Синоним снисходительности – это отсутствие ярости, отсутствие гнева, отсутствие неблагодарности, отсутствие злости кому-либо, отсутствие проявления злости, проявления милости в том числе. Проявление благодарности, благородности ко всему, не отличая человека, не разделяя мусульман или он не мусульманин. Насчет снисходительности, у нас Ибни Малик, рады Аллаху ангу, да будет доволен им Аллах, приводит следующий хадис, описывая посланник Аллаха, салли Аллаху алейху ассалям. Хадис гласит следующим образом. Мам асисту дибаджану аля хариран альянамин кафи расуле Аллахи, салли Аллаху алейху ассаляма. У посланника Аллаха, салли Аллаху алейху ассаляма, была ладонь нежнее и мягче, чем шелк. Мы знаем, что материал шелк на ощупь очень мягкий. Так вот, у посланника Аллаха, салли Аллаху алейху ассаляма, была ладонь нежнее, чем этот шелк. Нежная ладонь посланника Аллаха способствовал принятию религии ислам идолопоконника, попрошайку, который слепой, зрячий, идолопоконник, который ненавидел посланника Аллаха, салли Аллаху алейху алейху ассаляма, также ненавидел религию ислам. Дотронувшись до ладони. Да, это была история как раз так и в городе Медины, когда именно идолопоклонник, этот старик, попрошайка, постоянно, оскверняя посланника Аллаха, да благосоветую Аллах, приветствует, постоянно кричал на весь город Медину возле рынка. И так он зарабатывал. О, люди, не подходите Мухаммаду, потому что воистину он колдун. Если вы подойдете, примите его религию. Это весь доходит до посланника Аллаха, да благосоветую Аллах, приветствует. Задам вопрос, что бы мы предприняли бы на месте посланника Аллаха, если кто-то нас действительно вот так осквернял бы, говорил такие плохие, скверные слова в наш адрес. Посланник Аллаха ответил ему добро, потому что есть аят специальный, опять же, неспособный именно по отношению к посланнику Аллаха, саллилалу алейкум, саллилалу алейкум, есть добро, есть. Зло. Ты всегда отвечай добром тем людям, которые проявляют по отношению к тебе зло. Хорошо, мы ответили добром. Каков же результат? Всевышний Аллах отвечает. Тогда ты увидишь, что твой враждующий враг в конце станет твоим близким, родственником или другом. Ну, это как бы такой тренер, да? С одной стороны, если так посудить, смотрите, гнев – это тренер. Ты можешь как-то, я не знаю, переключиться во время гнева. Он как-то воспитывает человека. Посредством, с одной стороны, если так посудить, посредством гнева человек много чему учится. Много чему учится, аль-хамдулла. Он, опять же, обуздает свой нафс, свои какие-то низменные желания. И как раз месяц, священный месяц Рамадан – это, мне кажется, такой большой толчок человека для того, чтобы человек мог совладать с собой, со своим внутренним миром. Так как, да, у нас есть какие-то внешние характеристики, внешние мышцы, но есть же внутренние мышцы. То есть, это наша душа, да, скажем, аль-хамдулла, наше сердце. Ну, и я бы хотел сказать, задать вопрос вам, Анатолий, рождается ли человек с этим, или он приобретает именно нрав свой? Или он все-таки от рождения становится таким, скажем, высоко нравственным и совершает только хорошие дела, ну и нрав у него очень... Да, очень хороший вопрос. Прежде давайте поставим точку на историю, которую я начал. И как раз таки в этом есть ответ. Посланник Аллаха, приготовив блюдо, приходит к этому человеку, попрошайке, который оскверняет его, и кормит его собственных нежной ладоней, нежной руки, измельчая каждый кусочек блюда, как мать кормит своего ребенка. И через некоторое время посланник Аллаха покидает этот мир. И любимый сподвижник, посланник Аллаха по имени Абу Бакр, рады Аллаху, он сподвижник, это тот человек, который увидел посланника Аллаха, уверовал, также умер истинным муэмином. Спросил Уайш, рады Аллаху, о дочь моя, скажи, были ли у деяния, любимые деяния посланника Аллаха при смерти, которые я не делал? Да, воистину есть, потому что он перед смертью постоянно утром после фаджра намаза, утреннего намаза, выходил кормить какого-то попрошайку возле рынка. Миша Аллаху. И он, обновив эту сунну, утром встал, приготовил блюдо, пошел кормить этого старика. Когда начал он кормить, старик точно так же продолжал кричать, орать, осквернять посланника Аллаха, саля Аллаху, али-всаляму. И когда он начал кормить, спросил, старик, кто ты? Я тот человек, который кормил тебя до этого времени. А что старик ответил? Дурёш. Почему? Потому что тот человек, который меня кормил, у него была ладонь самая нежная. И он меня кормил, словно мать кормит своего ребенка, измельчая каждый кусочек. Это затронуло Абу-Бакр, рады Аллаху, и он заплакал. Потому что он скучал по посланнику Аллаху, саля Аллаху, али-всаляму. У нас есть телефонная звонка. Давайте проживем. Хорошо. Потом продолжим. Ассаламу алейкум. Вы в прямом эфире. Ассаляму алейкум, рахматуллахи и баракатухи. Есть люди, которые вот именно почему-то в этот священный месяц Рамадан, как сказать, не очень-то проявляют себя, ну, как бы... Хорошо. Как надо, как нужно. Хорошо ведут себя в этот священный... Именно вот с наступлением этого месяца священного начинается брань, ругань. Вот как себя вести в этот месяц? Вот как, чтобы вот сделать так, чтобы и человек понял... Маша Аллаху, очень хороший вопрос. Спасибо вам большое. Отличный вопрос. Очень хороший вопрос. Как раз-таки ответ. Усовершенствование благого нрава. Благой нрав бывает не рождается вместе с человеком. Есть характер, естественный характер. Потом характер меняется по причине круга, по причине родителей, по причине общения с людьми. Да, действительно, сейчас хороший вопрос. Посланник Аллаха отвечает таким образом. Ассуяму джунна. Пост для вас как крепость. То есть вы должны контролировать себя. Не только вы отказываетесь от еды, от питья, от сближения, но и вы должны отказываться от запретного. Далее продолжается. Ответ. Если кто-то придет вам во время поста Рамадан, будет провоцировать на драку, на ругань, на проблемы и тому подобное, что вы должны предпринять в такой ситуации? Посланник Аллаха отвечает. Не отвечай тем же. Потому что ты му'мин, ты уверовал в Аллах и в судный день. Ты держишь пост ради Аллаха. И поэтому Всевышний Аллах отвечает. Каждый расходы того, что имеет внутри, если он проявляет зло, ты отвечаешь добром. Говори, я воистину держу пост. Я постящийся. Я держу пост. Машал. Ученые, сразу скажу этого хадиса, говорят следующее. Этот ответ напоминает тому человеку, что это месяц Рамадан священный. Также ему напоминает своего Господа, сотворителя. Действительно, это что священный месяц Рамадан, нельзя кричать, осквернять, ругань и тому подобное. Это все как бы считается запрещенным. Это и есть усовершенствование своего благого нрава. Человек начинает потихоньку, капля за каплей, день за днем воспитывать самого себя. Когда как постанник Аллаха говорит в своем хадисе, если два дня у мусульманина будут одинаковыми, тогда он воистину терпит избытки. Если сегодняшний день нет никакой разницы от вчерашнего дня, то есть нет усовершенствования, то есть нет воспитания самого себя, тогда воистину мы терпим избытки, как вышел по мелатам хадиси. Ну вот я знаю, Эльтерес, что ты с детства занимаешься спортом. То есть ты близок к спорту, да, скажем, к единоборствам, ты занимаешься дзюдо, да? Сейчас ты уже занимался дзюдо. Да, сейчас другой вид спорта. Какой у тебя вид спорта? Джу-джитсу, бразильская. Джу-джитсу, да? Ну вот действительно, ты, можно сказать, спортсмен. Смотри, как ты в гневе сдерживаешь себя? Что ты делаешь для этого? Ну, мне кажется, для любого необычного спортсмена, а именно вот, который очень долгое время в спорте находится, он, мне кажется, понимает то, что на самом деле гнев – это слабость мужчины, любого мужчины. И я вспоминаю хадис пророка Мухаммада, в котором говорится, пророк Мухаммад сказал, силен не тот, кто побеждает в борьбе. Вот я борьбой занимаюсь как раз. Силен не тот, кто побеждает в борьбе, а тот, кто умеет управлять собой в порыве гнева. И если мужчина хочет быть на самом деле сильным мужчином, если он чемпион Казахстана или чемпион мира по какому-то единоборству, это не значит, что он на самом деле силен. Потому что самая главная сила – это сила твоей души. Машалла. Эль Трес, давайте немножко поговорим о кинематографе. Об отечественном кинематографе. Я знаю, получается, смотри, ты вышел с выходом последней кинокартины Ахана Сатайова «Районы», ты до выхода фильма не фигурировал нигде. То есть я знаю точно, что ты заканчивал физико-математическую школу. Никакого искусства, никакого актерского, так скажем, мастерства. Образования. Образования. Как это вообще получилось? Как ты попал туда? Я… такая история очень интересная была. Это, кстати, было в месяц Рамадан в прошлом году. Машалла. И мне нужно было найти деньги на образование, потому что в другой университет переводился. И по воле Аллаха так получилось. Я дуал просил. И мне друг предложил сходить на кастинг. И сказал, что за этот фильм, за массовку будут платить в размере около 10 тысяч нигей за день. Ну, и для меня тоже любые деньги это… Деньги. Да, деньги лишними не бывают. И поэтому я… как раз мы увидели тогда объявление в инстаграме. И мы с друзьями пришли на кастинг, и так получилось, что под конец, самый последний день, там было несколько туров, и на самый последний тур ко мне подошла помощница режиссера и вот предложила сыграть главную роль. Ну, а так я вообще без образования. А вообще, получается, с детства у каждого из нас была мечта. Она и есть, она и остается с нами, да? Кем ты хотел стать в детстве? Немножко про твое детство. В детстве? Аллаху алим. Я даже не знаю, мне кажется, в детстве. В детстве самое искреннее… Мне кажется, ты хотел в детстве стать бизнесменом, да? Или нефтяником? Космонавтом. Космонавтом. Да, как все дети. В детстве я очень сильно хотел попасть в рай, вот это моя основная цель была. А потом с возрастом появляются другие желания и цели, Аллаху алим. Пока я точно не могу сказать. Недавно был актером, до этого был спортсменом. Посмотрим, кем буду дальше. Молодец. Может быть, имамом буду. О, алхамду алим. Аллаху алим. Ну вот, именно в священный месяц Рамадан, да, Ханаталиара, как человеку совладать со своим гневом? Именно в священный месяц Рамадан. Мы вот вернемся к вопросу даже телезрительницы, которая задала нам. Как совладать с собой, как быть к людям благосклонным, добрым, терпеливым, отзывчивым? Что нужно для этого делать? Да, действительно, мы должны тогда подготовить основу, потому что основа важнее всего идет. Основа – это хадис посланника Аллаха, это благословит и Аллах и приветствует. Посланник Аллаха говорит, «Мен сома рамадана иманан ва ихтисабан ва гуфиру ла гумата коддама мин замбихи». Перевод. Кто будет держать пост, надеясь на вознаграждение Аллаха, Всевышний Аллах, у Него простит все прошлые грехи. «Гуфиру ла гумата коддама мин замбихи». Именно на этой основе мы должны держать пост. Также хадис посланника Аллаха говорит следующим образом. Человек, который держит пост, если не оставит свои грехи, Всевышний Аллах не нуждается в его отказе пищи, от отказа еды, от еды питья и тому подобное. То есть кроме голодания у него пользы не будет никакой. А для нас это, первый хадис, важнее из чего? Вознаграждение от Аллаха. И поэтому бывают многие ситуации, да, действительно, бывают многие провоцирующие ситуации. И первоначально, когда я начал, началась передача, когда я выше упомянул, есть желание, есть эмоции человека. Прежде чем, когда происходит инцидент с кем-то, включать разум, включать эмоцию, эмоция обычно как начинается? Я хочу, мне хочется высказаться ему, мне хочется ответить тем же, мне хочется нагрубить этому человеку, да, так вот. Что мы должны предпринять в такой ситуации? Прежде чем опередить свою эмоцию, должны быть поставить основу формулу посланника Аллаха, салли Аллаху и салли Аллаху. Что бы предпринял бы посланник Аллаха на моем месте? Или что бы ответил посланник Аллаха на моем месте? И с дозволения Аллаха это решение или это деяние будет, аль-хамдул-ля, с помощью Аллаха будет правильным. И не будет никаких сожалений и ошибок в этот день. И поэтому первоначально, когда, да, насчет гнева, да, да, вот наш брат тоже упомянул, действительно, да, но гнев и злость вообще в исламе дозволены. Только есть свое место. Потому что касательно, когда защита своей родины, защита своей семьи, да, защита своей религии, гнев, злость, как раз таки характерны черты мужчины, которые пробуждают в человеке героизм, патриотизм, да. Но ученые ислама говорят, надо держать гнев и злость, как на поводке держишь тигра. Когда надо опустил, когда надо удержал. И да, действительно, постанник Аллаха говорит, силен тот человек, который удержал свой гнев вовремя, а не силен тот, который что? Поборол своего друга в борьбе, да? Эль-Тарес, вопрос к тебе. Ну вот что ты извлекаешь по истечению Рамадана, поста для себя? Вот прям галочками. Ну вот за последние буквально 10 минут я очень многое понял. Нашалла. А так, если честно, мне кажется, имам правильно говорит, что самое главное не голодание, ну это не основа самого всего поста, и нужно получать знания и стараться к благим делам. Поэтому Аллаху Алим, когда ты задумываешься, когда ты просто ходишь по улице и примерно начинаешь размышлять о созданиях, Аллаху Алим говорит в Коране, размышляйте о творениях. Ты очень многое понимаешь, и особенно в Рамадан это. Потому что в Рамадан шайтан в цепях, и как-то вне Рамадана ты так сильно этого не замечаешь, а вот именно в Рамадан ты на самом деле говоришь, Машалла. Машалла. Эль-Тарес, всего 19 лет. Просто это удивительно. В 19 лет с таким сознанием, с такими мыслями и вообще с таким сердцем. Алхамдуля. Дорогие телезрители, буквально через пару секунд, через минуту с нами свяжутся наши журналисты, Шимкента, Бржам Байтулов, мой коллега. А пока, получается, мы сейчас на один вопрос постараемся, вы постарайтесь ответить нам, узнать, а уже готовы. Все. Хорошо. Мы с ними сейчас уже в связи. Ассаламу алейкум, ва рахматуллахи, ва баракатух, Бржаке. Ассаламу алейкум, барыша қазағилы, барыша Асларына телеарнасының көрермендері. Біз бүгін Шимкент қаласының орталығындағы Нұрса Чағынауданында бойы түзеген облыстық, әкімшілік, сікерлік орталығынан сіздеге текелей қосылымға қосылып отырмыз. Менің жанымда бүгін текелей қосылымға келіп отырған қонақтармен таныстырайын, оң жағымда тұрған Шимкент Чоу театрының әртісі біздің Асларына телеарнасының төл өнім үлкен үйде басты рол сомдаған актер Дәурен Джумадил Мұрза. Дәурен Мұрза, жалпы елге танымал азаматсыздар, осы Асларына телеарнасы сүрген үлкен үй телесериалы арқылы жұрт танып жатқан ел-жұрт кездесе ма, жалпы үлкен үйге деген осы телесериалыға деген ел-жұрттың ақыласы қалай осы жағын айтып өтсеніз. Дәурен үлкен үйге түскөлі, той жиндарға басқа да бұр ұтырыстарға барып басақ, жұрттар байады, ой, шымген жоудан көрімізді үшек, қазір, ой, мұрзақан, қалай, таксист қалай, ой, деп, сұрақ қоғып жатады, шымген қуанып қолым, ой, көрбатыр екен үйдеп. Шүкір аллаға жақсы, көрімендерді көп секілді, осы 5-6 күн болды, екінші сезон жүріп жатыр, одан күнде бізге қат келіп жатыр, күнде-күнде рахметтер айтыл жатыр, коментариялдар жазылып атыр, тіптедесен көшеді жүрсек, тоқтап көтіп, сәлем беріп, кеше керемет айттыңыздар деп, сүйіп жатыр, мен қуаны батырм, шыныманды қалқын көңіліне шы Таксистер мені көрсе қорқы батыр екен ғой, біздің ағандыр жатты тұратын пидактағылардың бір, мені көрсе жол бұмай қаламады қорқаты көріп жақсы, әзіл қой, енді сол жағымда Абай қалчабек деген ақын ағамыз тұр, әбеке жалпы ақын елдің айнасы қой, қазақ қашанда өнер алды, қызыл тіл деп білген, осы ақындардың діни-исламды Бекем ұстануы, шаригат парыздарын түсінуі, орызасын ұстап, тілінде ауызында кәлиймасыд жүрегінде алласы болуы әдебеттің дамуына, жалпы қоғамның түзелуіне қаншалық тұқпал етеді. Жау өзіңіз айттыңыз, өнер алды қызыл тіл боса, егер ол сол өнеріміз иманды ақындарының жүрегінде боса, егер ақындарымыз иманды боса, әділетті шындықт айтатын боса, ондарына әдебетке қосылған сөбел үлес болады, бірақ біздің әдебетті ол бүгін немесе ертен қосылайын, жағы Исламды бүгін түсіну отқан әдебет емес қой Атамыз замандан соң бабаларымыздың кезінен жыраулар пайызес бар, одаң бұрынғы 10-11 қасағы Махмуд Қашқари бар, 100 баласы ағын бар, оның алды әлфәрегі бар, одаң бер қарай Махамбет, Абай шәкәрінен бер өзілмегел жатқан желі қой бұл, сонтан егер ақын ақиғаттан етін боса, мұқағалет қандай бәрірас айтқанының ағаланының қымының топырақ Жалпы желісі үзілмеген біздің әдебет, Исламмен қабысқан әдебет дегеніңіз кептір ғой Жақсы, рахмет пікіріңізге! Енді біздің осы құртамызда жаста болса басып олып жүрген, біздің облыстық жастар ресурстық құрталығының дебектері береке бауырымыстыр Қош келдіңіз беке асларынаның еферіне Жалпы жастар бұл қозға үшкіш қой мемлекетіміздің елбасымызда айтты, жастарға сенеміздеді, оның алдында мағжан аталарымызда біз жастарға сенеміздеп кеткен Осы жастар соңын кезде қоғамда болып жатқан түрлі жағдайларға, табиғи апаттарға болсын үйімдасып өз көмегін беріп келе жатыр Осы тұрғыдан алғанда облыстық жастар құрталығы қалық үшін, ел үшін қаншалықты қызмет етіп жатырде ойлайыз Енді әрине, жаға өз сөзіңізді айтып өттіңіз, біздің облыстың жастары кейбір өңіріміздің облыстың жалпы қалқының саннанды асып сөп жатқан жағдай бар Біздің өңірді енді жастарымыздың белсенділігі қашанда ол ерекшелем келе жатыр Қай салада болмасын, өнер саласында болсын, спорт саласында болсын, біздің жастарымыз алдың қатардың көрінеуге әрдайым ұмытылады Жаңыз өзіңіз өткен осы біз жуырда ғана біздің орталықтың жаңынан құрылған ерікті жастардың мектебі бар арнайы Сол жердегі мектебтің бірден бір бағыты, волонтерлар дейді ғой, өздері топтасып жастардың қоғамдағы әлсіз жаңындай әлюметтік жағдайы төмен топтарға кішкене өзінің күш жүгерін жастық жүгері арқылы қолдау көрсетуді бір бастама көтеріп, жастар осында бір топқа қазіртанда топтап жатқан жағдайы бар Жақында өздеріңіз білесті, сол сүткен үрлерді су алған елді мекендерге, осы апатты жағдайдан зардап шеккен өзіміздің бағырларымызға жастар болып бастама көтеріп, областан арнайы қайырындық қорын қорып, және де тұрғындардың қандайым өзін мүмкіндігіне сай заттай болсын, ақшалай болсын, сонбәрін басын біріктіріп, ұйымдастырып, сол елге жөнелтіп, сол елдің батасын, сол жердегі тұрғылықты қалқтың ризалығын алып жатыр. Бұл да әрине жастардың бірінші кезекте қоғамдағы өзінің жауып кершілігін, өздерінің байшеткен кездегі, ол атам замандан кележатқан қазақ қашында өзі түрлі қайғылы апатты жағдай болған кезе бір-біріні қол үшін созыға дайын тұрады� Жанғыртып берлежатқан бұлғандардың қалыпташ бұл қаншылып керінелі. Продолжение следует... 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 Например, хадис-посланник Аллаха говорит о том, «Кто уверовал в Аллах и в судный день, пусть не обижает своего соседа». А если обидишь, тогда, значит, проблема вероубеждения. Значит, ты уверовал только устами, а в практике ты показываешь другое. Также, «Кто уверовал в Аллах и в судный день, пусть говорит только хорошее». Или молчит. Аулея сможет или вообще молчит. Молчание тоже считается благой нрав. Потому что молчать это не каждый сможет. Есть именно эмоции. Я хочу высказаться. И в это время поставляешь формулу. А что бы сказал посланник Аллаха на моем месте? Проблема решится сразу же. И поэтому хотя бы дать стимул подражания нашим детям. Когда они не получают стимул подражания, они ищут где? В мелодрамах, в боевиках. Правильно же? Когда они смотрят мультфильмы 2-4 часа в сутки. И они берут себя как бы примером вообще герои западного региона, который далеко от религии ислам. И поэтому воспитание точно так же, характер точно так же меняется в эту сторону. И поэтому в первоначале мы должны каждый раз хотя бы капать день за днем, минуту за минутой про удивительные истории посланника Аллаха, про удивительные истории сподвижников посланника Аллаха, которые впоследствии даже посланник Аллаха прямиком их не призывал к религии ислам, а эти люди, которые далеко были от религии ислам, удивлялись качеству благовому нраву посланника Аллаха, как вышло по мне в том истории, когда даже посланник Аллаха покинул этот мир, восхищаясь ему благовому нраву, он принял религию ислам в конце. Принял религию ислам в конце. И поэтому посланник Аллаха говорит, поминает во многих хадисах про благой нрав. ИННА АХАББИКУМИЛЛАЙЯ ВААКРИБУКУМ МИННИМ МАДЖИСАНЬЯУМАЛЬКИЯМА ВАИСТИНУЛЮБИМУЙ ИЗ ВАС И самым близким из вас в судный день будут те люди, которые обладают благим нравом. Благой нрав. Далее, а кто... Одна из основ ислама. Да, одну из основ ислама. А кто не обладает благим нравом? АБГАДАКУМИЛЛАЙЯ ВААБААДАКУМ МИННИМ МАДЖИСАНЬЯУМАЛЬКИЯМАТИ АССАРСАРУНА ВАЛЬМУТАШАДДИКУН В переводе. А самым далеким от меня будут. И самым нелюбимым от меня для меня будут те люди, которые... АССАРСАРУНА ВАЛЬМУТАШАДДИКУН САРСАРУНА Что такое САРСАРУНА? Это те люди, которые пустословят. Что такое пустословие? Человек говорит много, и в этом разговоре ни разу не упоминается имя Аллаха. АЛЬМУТАШАДДИКУН Это те люди, которые любят хвастаться. Например, сделав вчера благое деяние, утром выходит, начинает рассказывать. Вот вчера я помог этому брату. Вот вчера я помог деньгами этому брату. Помог этому. Сделает РИЯ. То есть... Это Всевышнему Аллаху не нужно. Не нужно. Это как раз-то и хочу, к чему иду. Это и скверные деяния, и скверный характер человека. Исподвижники задали вопрос «Посланник Аллаха». О, посланник Аллаха, мы поняли две категории людей. А кто такой третий? А кто такой мутафайкихун? А кто такой мутафайкихун? Это и есть мутафайкихун. Это те люди, которые проявляют высокомерие. Высокомерие – это самая скверная черта характера. Почему? Потому что есть хадисы, много хадисов. Посланник Аллаха, саллилаллаху алимусалям, говорит, «Человек, который хотя бы в сердце имеет пылинку, высокомерие, тот не почувствует запах рая, который длится расстоянием 500 лет». Запах рая даже. Задумываться страшно. И поэтому это считается скверным характером. Мы должны отдаляться. И именно как раз-таки единственный шанс, это во время месяца романа, который вы выше упомянули, в этом месяце открываются все ворота рая, закрываются все ворота ада, все шайтаны лянатоллаху алива цепеняется. Машалла. У нас остаются буквально две минуты до конца эфира, поэтому вот в конце мне бы хотелось услышать нашим дорогим телезрителям, хотелось бы услышать, ну скажем, такие некие наставления от вас. Эль-Трес, после вас. Ну в первую очередь, пусть Аллах примет ваш пост, пусть Аллах, см. в Аталя, иншаллах, ведет вас в рай и убежет вас от ада и мучения в могиле. Аминь, аминь. Счастье и дарует вам благо в обоих мирах, иншаллах. Машалла. Аллах? Да. Я бы хотел бы в заключение сказать хадис посланника Аллаха, саллилаллаху али вассалям, который мы должны выучить наизусть. Это передает Айша, ради аллаху анах. Звучит она так. Инна ль му'мина ля юдрику би хослин холю киги дароджата соими вальхойми. Тот человек, тот му'мин, который обладает самым наилучшим благим нравом, подобно тому му'мину, который днем постится, а ночью выстаивает на намазах. Машаллах. Постится, выстаивает на намазах. Каждому поддельницу пишется вознаграждение. И поэтому я бы хотел бы пожелать всем мусульманам, братьям и сестрам, это единственный шанс, рамазан. Всевышний Аллах еще дает нам шанс, еще раз дает нам шанс, чтобы мы улучшили свой нрав, усовершенствовали свой благой нрав и последовали полностью за посланником Аллаха, саллилаллаху алимусаляма. Как Всевышний Аллах говорит, инкунгтум тухиббун Аллаха фаттаби'уни. Если вы любите Аллаха, то следуйте полноценным образом за моим посланником Аллаха. Тогда что будет у Аллаха? Юхбибакум Аллах и Аллах вас тоже полюбит. Амин. Аль-хамду лиллах. Пусть Аллаху Таля примет все наши дуа, молитвы и поклонения. А у нас есть небольшие подарочки для вас. Хотим тоже вот заработать салабики, как говорится, священный месяц. Аль-хамду лиллах. Спасибо, что пришли к нам в студию. И в конце нашей программы эфира, дорогие телезрители, мы надеемся, что сегодняшняя передача была полезной для вас и вы извлекли из нее только хорошее. И я еще надеюсь, что наша страна будет оплотом нравственности и подражания всему миру. Берегите себя. Ассаляму алейкум. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok